рад приветствовать вас друзья на моем канале продолжаю вас знакомить с новинками 2020 года от компании grand carp и сегодня у меня на обзоре несколько видов насадочных бойлов это уже набравшая популярности в карповой ловле насадка типа вафтерс сделана она в виде дамбелса в размере 11 на 9 миллиметров один из видов вареных бойлов в виде дамбелса балансит амино дамбелс сбалансированный бойл и вот такие вот яркие насадочные растворимые бойлы разработаны специально для ловли на флет фидер для того чтобы увидеть какие презентации мы можем добиться с помощью этих насадок я заранее подготовил по два самых таких популярных поводка то есть не поводка а именно подачу насадки самые популярные два вида и давайте уже это все подробно рассмотрим в аквариуме а начнем мы наш тест в аквариуме с вот такой вот интересной насадки сбалансированный дамбелс хочу вас предупредить друзья что это насадка тонущая она не плавающая но она взвешенная она легкая вот смотрите она тонет для презентации этого вида насадки я приготовил вот такие вот подачи это соло дамбелс и дамбелс с поп-апом давайте посмотрим как это все выглядит в аквариуме сбалансированная насадка очень легкая но при том она лежит на дне но при малейшем движении воды она с легкостью оказывается во рту у рыбы и с помощью такой насадки можно добиться любой презентации легкий сбалансированный бойл я думаю это как раз та насадка которую нужно применять при ловле неактивной или же осторожной рыбы следующий вид насадки которую я хотел бы презентовать это вафтерс вафтерс это уже у нас насадка плавающая вот смотрите вот плавает он но грузоподъемность у него немного меньше чем у поп-апа на это обратите внимание также для презентации этой насадки я приготовил два вида подачи ее это соло вафтерс и вафтерс с поп-апом посмотрим что у нас из этого получилось вот вы видите что используя небольшой крючок можно добиться презентации когда крючок встает на жале а если использовать вафтерс в паре с поп-апом то даже такой здоровый крючок можно поставить в правильную презентацию покажу вам еще один способ презентации ради которой собственно и был придуман вафтерс когда крючок лежит на дне а бойл приподнят над ним на длину волоса причем не надо для этого мудрить подрезая многократно какие-то поп-апы тонущие бойлы чтобы этого добиться достаточно одеть на волос вафтерс и можно забрасывать оснастку в воду здесь очень большое поле для экспериментов как вам нравится так и делаете современные насадки представляют нам возможность сделать любую подачу следующее что я хочу вам презентовать это вот такие яркие донные растворимые бойлы повторюсь что они разработаны специально для ловли на флет фидер но я думаю что любители классической карповой ловли тоже найдут место в своей сумке для насадок для парочки таких небольших баночек в первую очередь я думаю что такая насадка для классической карповой ловли будет интересно по холодной воде так как по холодной воде многие любят использовать маленькую небольшую насадку я думаю вот такой вот растворимый бойл в десятом размере будет самое то что надо особого внимания заострять на презентацию этих растворимых манюсик в аквариуме я не буду просто покажу вам вот допустим такой вариант половинка по папа и донный небольшой бойл вот как это выглядит на дне ну а время растворения и как они ведут себя в воде мы с вами посмотрим на примере вот этих четырех бойликов все насадки которые я вам презентовал сегодня я думаю имеют место быть в сумке у каждого карпятника потому как с помощью таких бойлов я думаю можно добиться нестандартной презентации для ловли в холодной воде для ловли осторожного карпа поэтому обратите друзья внимание на эти бойлы приобретайте ловите на них больших рыб не хвоста вам не чешуи всего доброго пока